Могилевская область, область на востоке Беларуси, образована в 1938 году, численность населения сейчас около миллиона. Но этот все тоже восток, то есть это где-то к югу от Витебской области, о которой я уже рассказывал, граничит на севере с Витебской, и на юге у нее там Гомельская область, про которую тоже буду говорить. Рельеф в основном равнинный, крупнейшие реки Днепр и притоки Днепра. Самая высокая точка 236 метров над уровнем моря, то есть в целом там небольшие могут быть возвышенности, но так не принципиально. И самая низкая точка 126 метров, то есть перепады где-то 100 метров максимум. В целом это равнина. Реки довольно многолюдные, многоводные в этих местах все-таки. Есть крупные водохранилища, Чигиринская на реке Друдь, Осиповическая на реке Свислочь. Где-то 40% лес, не такая уж тайга, как и в Витебске, там скорее такой лес уже идет переходный, такой смешанный. Ну много довольно лесистских районов с лесом. Однако примерно треть леса загрязнена в результате Чернобыльской аварии Цезием-137, и на многих участках леса довольно серьезное загрязнение радиоактивное. Тем не менее, Могилевская область интенсивно заготавливает древесину, где-то на третьем месте после Гомельской и Минской областей. То есть основная часть Беларуси, так или иначе, это лесные районы. Нет заповедников, нет национальных парков, есть немножко местных заказников. Температура где-то такая мягкая зима, минус 5 средняя температура в январе, и плюс 18 в июле тоже довольно такое нежаркое лето. Ну, в общем, подробнее, когда буду в Могилев, там по температуре еще поговорю, по климату. Ну, исторически в этих местах были старые города белорусские, Славгород, 1136 год, Мстиславль. Собственно, сам Могилев, 1267 год. Разделила, в общем-то, всю судьбу Беларуси, подробно поэтому не говорю. В Могилеве, когда буду город Могилев рассказывать, еще по истории поговорю подробнее. В ходе Северной войны произошла битва при Лесной, то есть основное сражение, именно которое было на территории Беларуси, это битва при Лесной, 1708 год. Она произошла на территории Могилевской области. Ну, я уже рассказывал, что Беларусь войсками Петра I опустошалась, полностью выжигалась, вплоть до того, что сожгли Витебск. Во время войны 1812 года также там были сражения, ну и уж тем более во время Второй мировой. Ну, кстати, по поводу Второй мировой, 13-12-13 октября 1943 года впервые именно на территории Могилевской области в войну с немцами вступили войска войска польского. То есть вот созданные в Советском Союзе войска из поляков впервые начали воевать именно на территории Могилевской области фактически. Могилевская область подверглась серьезному радиоактивному заражению после аварии на Чернобыльской АЭС, и многие населенные пункты были вообще переселены. То есть ветер дул там скорее даже не в сторону Киева, а именно в сторону Беларуси, и Беларусь больше пострадала фактически от Чернобыля, чем Украина. Образовано в 1938 году, однако территории постоянно там меняли, пытались очередить Бобруйскую область. В общем, где-то так границы установились в 1954 год, и административное деление в 1960-е меняли. Демографически сейчас около миллиона человек, в основном они почти все в городах, то есть 990 тысяч человек, если точно, из которых 798 тысяч живет в городах, то есть почти все в городах живут. Но если брать динамику, то число беларусов в процентном отношении примерно то же, то есть и в 1926 году там большинство было беларусы, дальше оно только росло, число беларусов, число поляков в целом падало, и естественно, значит, до войны были евреи, и максимум евреев было 80 тысяч примерно евреев в 1939 году. С тех пор все евреи либо были истреблены гитлеровцами, либо бежали, уехали в Израиль, и сейчас евреев почти нет. То есть если брать национальные демографические процессы, то как и в Витебской области, в основном вот то, что сначала было много евреев, и потом они все по тем или иным причинам или погибли, или уехали. Процент беларусов и русских примерно одинаковый остается. Доминирующие национально сейчас беларусы, как правило, почти во всех районах их там под 90-95% в сельских районах. В Могилеве в самом чуть больше русских, но тоже подавляющее большинство все равно беларусов. В то же время надо отметить, что восточные беларусы русскоязычны, да, то есть они обычно знают русский язык и постоянно его употребляют, особенно в городах. Процент русских небольшой, русские на втором месте, как этничность, но процентов 5-10 там русских. Населенные пункты. Могилев 353 тысячи человек, то есть, в общем-то, такой средний город, но это областной центр. Бобруйск 208 тысяч человек на втором месте после Могилева. Тоже достаточно крупные, остальные города уже мелкие. То есть основное, в общем-то, все живут в городах, да, и в основном они живут либо в Могилеве, либо в Бобруйске. Если мы заплюсуем Могилев и Бобруйск, то мы получим, что, порядка 560 тысяч человек, а все население 990. То есть большинство населения живет в Могилеве, либо в Бобруйске. Вот, ну, остальные города уже поменьше, хотя некоторые там исторически значимые, тот же Славгород. Ну, Быхов тоже исторически значимый. Довольно умеренный уровень безработицы, 8%, скорее всего, там безработицы. Для Беларуси это сравнительно умеренный. Зарплаты, предпоследнее место в стране, самые низкие зарплаты в Витебской области, в Беларуси, хотя там мощная индустриальная база, и потом в Могилевской. То есть в целом это бедные сравнительно области Беларуси, вот эти восточные. Витебская, Могилевская, естественно, богатые какие области? Это Минск и Гродно, да. Ну, об этом я еще поговорю. Имеются электростанции Могилевская ТЭЦ и Бобруйская ТЭЦ. Промышленность, тем не менее, важная, ведущая промышленность тоже в Беларуси. То есть вот на востоке Беларуси крупные промышленные центры, в которых живут достаточно плохо рабочие, несмотря на всю социальную демагогию режима. Что касается промышленности, основные все предприятия в Могилеве и Бобруйске. И это вредные для здоровья предприятия химической промышленности. Такие, как Могилев, Химволокно, Белшина из Бобруйска, Химкомбинат Заря, Фабрика бытовой химии Солнца и так далее. Бобруйский гидролизный завод. То есть очень много химической промышленности, которая загрязняет и, естественно, опасны также для здоровья тех, кто там работает. Кроме того, есть крупные предприятия машиностроительной промышленности. Могилев, Трансмаш, Бобруйск, Агромаш, электродвигатели, Бобруйск, Сельмаш и так далее. В Бобруйске очень много серьезных предприятий, которые производят там трактора, сельхозмашины для сельского хозяйства Белоруссии и не только. Прицепы там производятся и в Могилеве, тоже автомобильный завод в Могилеве имеется. Бобруйский машиностроительный завод производит, центробежные насосы, все довольно серьезно. То есть промышленности там хорошо и многое. Электродвигатели производятся на Могилевском заводе электродвигателей. Но также имеется металлургический завод в Могилеве и развитая легкая промышленность, которая и в Могилеве, и в Бобруйске, и по области тоже есть. Но заводы имеются по переработке льна долгунца. Все-таки это не черноземье, поэтому технически культуры преобладают. Пшеница может там расти, но мало. Леон, в данном случае в Беларуси, они выращивают. И на заводах вот этих по переработке льна, они, соответственно, перерабатывают и потом продают уже продукцию. Кожевинный комбинат есть в Бобруйске. Пищевая промышленность, естественно, имеется, знаменитая белорусская. Красный пищевик, Бобруйская кондитерская фабрика, Бобруйский пивзавод, лакероводочный завод, молочка и так далее. Неплохо они это продают вот в Брянск и нам тоже в Воронежскую область. Там везде все белорусская молочка, стоят магазины белорусской пищевой промышленности, и я тут тоже ее потребляю. Ну, пользуясь вот таможенным союзом, экспорт пищевой промышленности в Беларуси в значительной степени в Черноземье идет. Хотя в Черноземье тоже хорошо с едой, но как-то вот белорусы умудряются в качественную довольно, да. Ну, они, правда, больше молочка и мяса, ну, потому что не Черноземье там, у них коровы у них пасутся. Больше у них белковое сюда экспортируется. Цементные заводы имеются, Могилевский комбинат силикатных изделий, Бобруйский комбинат строительных материалов, бумажные фабрики Рослес есть, древообрабатывающая промышленность тоже есть. Сельское хозяйство не Черноземье, развитое мелкое фермерство, то есть индивидуальное сельское хозяйство, ну, насколько могут они собираются. Значит, в основном льноволокно, сахарная свекла, есть зерновые, в принципе, и зернобобовые, но урожайность сравнительно низкая. И вот льноволокно и сахарная свекла для заводов, для переработки очень так много возделывается и интенсивно. Животноводство есть, но все-таки отстает. Шестое место в Беларуси. В Беларуси животноводство везде развитое. То есть есть там и коровы, и свиньи, но поменьше, чем в других местах, и птицефабрики. Но в Беларуси их вообще много, поэтому это не значит, что там плохо с этим. Просто вот сравнительно с другими областями Беларуси чуть похуже. Транспорт. Довольно много железнодорожных путей, потому что это примыкало в СССР к центральному району, да и в Царской России, поэтому строили интенсивно железные дороги. На третьем месте по плотности железных дорог после Брестской и Витебской области. В Витебской области тоже очень много железных дорог, о которых рассказывала и Могилевская тоже. Там железнодорожные узлы, но в основном вот эти узлы связывали, естественно, Беларусь с Россией в свое время, да и сейчас, в общем-то, экономически связывают. Образование. На белорусском языке только в сельской местности, в частности, 9% дошкольных учреждений только на белорусском. Что касается школ, только 15% школьников обучаются на белорусском языке. То есть вот этническую мысль мы берем, там 95% белорусов. Все эти белорусы и в детском саду, и в школе обучаются на русском языке. То есть 15% только школ на белорусском, в основном это в сельской местности, на белорусском. Имеется 5 вузов тоже на русском языке, в основном. Там кое-что есть на белорусском. Иногда доходит до разбора. То есть, я говорю, в социальных сетях иногда, короче, доходит информация, что там студенты требуют, чтобы на белорусском то или другое преподавалось. Насколько я понимаю, в основном в Белоруссии на русском преподаются. Ну, 5 вузов, которые в основном в Могилеве, и поэтому в Могилеве я расскажу. Культурно развитый регион. 20 музеев. Основные музеи. Могилевский областной краеведческий музей, художественный музей. В Бобруйске есть хороший краеведческий музей, тоже художественный музей есть в Бобруйске. Есть школы и центры художественных ремёвсел. Традиционная культура белорусов поддерживается в общем и целом, несмотря на то, что язык в основном русский. Традиции такие чисто материальные культуры, они там довольно хорошо в Белоруссии поддерживаются. Три профессиональных театра, все, правда, в Могилеве. Даже там проводили год ремёвсел, вот любят там прикладное всякое искусство. Имеются всевозможные достопримечательности, как польского периода, так и российского. Из которых можно отметить парковый ансамбль булгаков, музей Бедленицкого, Байгоявленский братский монастырь в Могилеве, Быховская синагога и Быховский замок. Так вот, в Быхове, в частности, Белых содержали, Быхов засветился в истории Гражданской войны. Там после Корниловского мятежа эти все заговорщики белые содержались, а потом из Быхова отправились на Дон Гражданскую войну устраивать. В Могилеве неплохо там с дворцами, ну и всевозможные картинки и подробности я уже расскажу, когда перейду к городу Могилеву.